корейский язык чунга урок 2 поехали итак сначала мы с вами проверим домашнюю работу посмотрим как вы хорошо прочитали перевели текст и выполнили все задания а потом мы рассмотрим новую тему по нашему уроку смотрим итак в первом задании нам нужно было просто подставить по смыслу слова в предложениям читаем первый вопрос и он фея нэн писан о сэй садалла гоу он мони рэль кэсок чорда переводится выпрашивать второй вопрос к канаде нэн нэ га он ньонтон нэн ки о со чонгим ани ты ротта ки уда растить третий вопрос шьём кунгу а дага ному хигонесо чексангэ оптырёсо чатта оптырёда переводится когда мы ложимся на парту руками вперед просто представьте когда человек ложится на парту вперед руками далее третий вопрос кунгу а пасо хару чонгиль чимдэээсо комчак 하지 않고 누워 있었다 комчакада двигаться шевелиться пятый вопрос омонен нэн у ринтон сэнгиль наэ гэ маккиго чангкам щупоэ у юры сарок кащота маккида поручать оставлять второе задание во втором задании нам нужно найти неправильное слово обратите внимание во всех словах окончания и то есть нам нужно найти то самое слово которое не подходит к нашему окончанию не используется с хи и так это новая грамматика мы пока еще не проходили эту грамматику так что давайте пока оставьте это все просто для заметки запомните что кэкэщи пишется не хи а и то есть в этом задании правильный ответ номер один кэкэщи пишется не не через хи а пишется через и это мы с вами пройдем хорошо пока не забивайте себе в голову просто запомните второе третье четвертые слова правильные с окончанием хи а вот кэкэщи напишется неправильно вот и все идем далее третье задание здесь мы должны были прочитать текст и подставить нужные слова скобки давайте посмотрим как правильно вы поставили правильные слова и так первая скобка кьем думи кьем думи переводится милашка вторая скобка кинчанта кинчанта переводится надоедливый что-то мешает что-то надоело кинчанта третья скобка курии хвостик четвертая скобка ван джонги а ван джонги переводится в совершенстве полностью пятая скобка тольпода тольпода переводится смотреть присматривать за кем-то и последняя скобка ибель ибель переводится расставанием идем далее на следующей странице в первом задании все очень легко и просто нам нужно было просто найти по порядку краткого содержания что было в начале потом далее 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 в конце давайте проверим итак в первом кратком содержанием было наберева чон манна первая встреча с нубери второе содержание было щекудри паны реакция семьи щеку переводится член семьи щекудри это семья третье краткое содержание нобери ри сонгкёк характер нобель четвертый абзац канаде киуги орем сложность растить собаку пятый абзац кангиро козыган нобель простудой помучавшийся нобель и последнее в кратком содержание было ури качо ги тэн нобель нобель стал нашей семьей идем далее второе задание читаем наш вопрос нобери ри га уричи вео гейтэн и юрэль маккесу мюхангусын мощенника по какой причине нобель в наш дом пришел выберите правильное объяснение правильный ответ ильбон чуи неоптанын и яйрэль тэнко кумуга тэрэватта идем далее третий вопрос читаем задание у муни нэн веэ канджи рэль киуги и чирва еще сонняка мама почему растить собаку не любила правильный ответ самбон кинчан асо надоедливый следующий вопрос читаем задание нобели ри гингнуми а нинго сыль мощенника нобель поступок не делавшие что это то есть что не делал нобель по-русски правильный ответ ильбон чонг-бонен сарамэль мусаванда первый раз увидел людей боялся такого в тексте не было смотрим далее и в последнем задании нам нужно прочитать предложенное и оценить правильно ли это или неправильно было ли это в тексте или не было это в тексте если правильно мы ставим о если неправильно мы ставим экс читаем и крыль сэн заамэн кумой да этот текст написал человек тетя экс второе нобели ран и рэмэль чьё джун сарамэн тонгсэн гида нобель имя давший человек братишка оуу третье нобели га пасоу пимоны каннде кангио та нобель болел поэтому в больницу сходили и была простуда оуу четвертый оуу нинэнэсэ че эй айрэль киу гу щпу ащинда Мама третьего ребенка растить хотела. Экс. Все. Ну, вот и все. Надеюсь, что было очень интересно пройти это задание, сделать домашнюю работу. Для тех, кто не знает, этот текст я выкладывал раньше. Тогда, когда вы были на ЧОГОПе, вы не могли читать эти тексты. Я выкладывал их для студентов, которые могут практиковаться самостоятельно. В этот раз мы будем практиковать вместе. Если вы читали этот текст и проделали домашнюю работу самостоятельно, очень хорошо сегодня вы просто сделали повторение. Имейте в виду, что повторение в изучении языка или вообще просто запомнить любую информацию, это золото. Если вы не повторяете, вы забываете. Поэтому по-любому это очень хорошо. Окей? Все. Итак, сегодняшняя наша грамматика INDE. Давайте посмотрим на картинку. ЧОБУНИ И НУГУСЕЙО? Парень спрашивает. Тот человек, кто это? Девушка отвечает. СИНИ ПСАОНИНДЕ. ТО ИРЕСООН ХАНСЕ СЕЙО? Новенький человек, приехавший из Германии, ХАНСЕ. Наша сегодняшняя грамматика – описание МЁНСА или соединение двух предложений. Давайте рассмотрим подробно, подробно. Грамматика INDE. Итак, студенты мои, эта грамматика немного запутанная, так что слушаем внимательно. И если вы не поймете с первого раза, просматривайте видео еще раз и еще раз. До тех пор, пока не разберетесь с этой грамматикой. Смотрите, когда я проходил эту грамматику, я проходил на корейских курсах. То есть нам объясняли это на корейском языке, мне не объясняли это на русском языке. Так вот, на русском языке объяснить эту грамматику очень тяжело, потому что мы обычно не используем всякие вспомогательные формы, чтобы соединить предложение плюс предложение, да, или описать существительное, например. В корейском языке все четко. Смотрите, вот в пример мы говорим, этот человек Энди, точка. Он американец, точка. То есть у нас два предложения. Как сделать так, чтобы это было все в одном предложении? На русском языке мы просто убираем точку, и у нас получается, этот человек Энди, он американец. Все. Но в корейском языке мы сказать так не можем, потому что наше окончание и множество соединительных других штучек. То есть, если мы хотим сделать одно предложение, вот наша сегодняшняя грамматика предлагает нам Энди. С одной стороны, это неудобно, потому что нам приходится эти окончания учить и знать. А с другой стороны, это очень удобно. Мы понимаем, когда мы завершаем наше предложение с Айо, Ойо или Ейо и Ейо, или когда у нас предложение идет в описании, допустим, как сегодня. Инде. Надеюсь, что я объяснил понятно. У нас есть два предложения, где мы описываем Мьонса, и мы можем сделать это очень легко и просто. Соединить их с помогательным окончанием Инде. Кысарам Энди Инде, Мьгусарами Эйо. Все. Давайте. И еще пару примеров на сегодняшнюю грамматику. Второй пример. Сэрон Хэнде Пуни Эйо, Оде Сассэо. Новый телефон вчера купил. Соединяем с нашей сегодняшней грамматикой, и у нас получается Сэрон Хэнде Пуни Эйо, Оде Сассэо. Легко? Легко. Третий пример. Югинэн Йонсээ Тья Кё Ё. Югисо Чуропесэо. Подставляем нашу сегодняшнюю грамматику, и у нас получается Югинэн Йонсэ Тья Кё Инде. Югисо Чуропесэо. Это Йонсэй Университет. Здесь я заканчивал университет. Все. Переходим к домашнему заданию. Смотрим. Ставим на паузу. Делаем домашнее задание. Домашнее задание очень легкое. Смотрим в пример. Парень спрашивает. Игинэн Йонсэй 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 О. И на сегодня у нас еще один текст для домашнего задания. Вы можете найти все эти тексты на моем новом канале или ВКонтакте. Домашняя работа. Не обязательно смотреть их на Ютьюбе. Ну, кому удобно смотреть через Ютьюб, вы можете смотреть через Ютьюб, читать через Ютьюб и отвечать на вопросы. Урок у нас закончился. И мы с вами увидимся на следующем уроке. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok